27 января 1935 года по просьбе трудящихся город Самара постановлением правительства союз советских социалистических республик был переименован в Куйбышев. Возвращаемся на несколько десятилетий назад и вспоминаем куйбышевскую историю Самары. По-январски свеж и молод, в легкой дымке голубой. Он стоит, приболжский город, над великою рекой. У меня в руках книга «Архитектура города Куйбышева и области», вышедшая почти 80 лет назад, в 1947 году. Заглянем под ее обложку и посмотрим, чем гордились и о каком будущем мечтали вчерашние самарцы и нынешние куйбышевцы через два года после окончания войны. Куйбышевцы, которые не боялись работы и смело шли навстречу своему и нашему будущему. Особенно широко развернулось промышленное и жилищное строительство в Куйбышевской области в годы сталинских пятилеток. Читаем мы в этой книге. Началась работа над созданием генерального плана города, создатели которого стремились охватить единые идеи заботы о человеке все стороны жизни. Здесь и правильное размещение промышленности, и закрепление самой здоровой и живописной территории за жильем, и организация уличной сети и системы площадей. Обладающий своеобразной индивидуальностью и богатым историческим прошлым, город должен был обрести новое лицо, отвечающее тому социалистическому содержанию и назначению крупного индустриального и культурного центра, которое открыло его социалистическое настоящее. Поэтому архитектуре города необходимо было придать простоту и жизнерадостность форм, а также цельность единства как в планировочном, так и в объемно-пространственном отношении. Одно из самых принципиальных значений имеет создание величественной панорамы города со стороны Волги. Исключительную роль в достижении этой цели призваны сыграть реконструкция набережной и ее благоустройства, для чего планируется создать две террасы от Стрелки до Жигулевского завода и от электростанции до завода Кенап. А на месте слияния рек Волги и Самарки поднимется монументальный маяк. От Стрелки до Некрасовского спуска будет создана благоустроенная причальная линия порта. От Некрасовского спуска до Жигулевского завода озеленится и свяжется с городским парком набережной старого города. А вот основным фасадом нового городского центра Самарской площади будет участок набережной от электростанции до завода Кенап. Оно удивительное, потому что оно очень сложное, противоречивое. Но мы как раз хотели посмотреть на это прошлое, наверное, через основную призму. Основной призмой всего и мерилом всего является человек. Поэтому во главу угла мы всегда ставим человека. И вот даже вот выставку мы как назвали, в общем-то это неудивительное название. В основу легло понятие союза. Мы обыграли два смысла у этого слова. С одной стороны, союз действительно как крупнейшее государственное образование и союз научных и технических достижений всех 15 союзных республик, которые были бы невозможны без усилий интеллектуальных, творческих, изобретательских усилий, там тысяч проектировщиков, инженеров, конструкторов. Мы представляли труженика в широком смысле этого слова. Вы знаете, это люди дела, люди слова и дела. Люди, которые, перед которыми ставились серьезные задачи, иногда первыми руководителями страны, да, и эти задачи нужно было решать. И подчас в очень сжатые сроки. Эти люди поражают своим упорством, трудолюбием, работоспособностью. Вот мы центральную часть экспозиции нашей выставки посвятили изобретателям всех 15 союзных республик. Мы знаем, что широкий размах движения изобретателей-рационализаторов приобрело после 30-го года, когда вышло знаменитое постановление о положении массового изобретательства под углом влияния на рационализацию производства. Годы сталинских пятилеток преобразили наш город. Читаем дальше в этой книге. Он стал промышленным и культурным центром. Появился ряд новых крупных промышленных предприятий. Кабураторный завод, завод автотракторных деталей, то ли рубероидный завод, еще многие другие. За эти же годы подверглись коренной реконструкции станкостроительной и котельной заводы, кондитерская и макаронная фабрики. Куйбышская электростанция увеличила свою энергетическую мощность в пять раз, а на Безымянке была построена крупная районная теплоцентраль. Вдвое выросла с 1926 по 1938 годы и население города. Широкий размах получило массовое жилищное строительство. Увеличилась жилая площадь города. Одновременно с этим развернулось строительство зданий общественно-культурного назначения, школ, учебных заведений, клубов и еще многих других. Напомним, в 1947 году Самаре исполнился 361 год. Впрочем, об этой дате в это время никто не вспоминал. Да и сама Самара, уже 12 лет называвшаяся именем Куйбышева, успела привыкнуть к этому новому имени. Ошибалась ли она, рисуя себе очертания этого будущего? Наверное, в чем-то ошибалась, но не боялась ни мечтать, не идти навстречу этим планам. Гражданское и промышленное строительство, да, тоже основа благосостояния, благополучия людей, да, строительства. И вот у нас хранятся документы различных строительных организаций, да, от возведения каких-то отдельных зданий до в целом гадростроительной политики. Мы можем посмотреть историю эту отрасль на примере вот таких вот документов. И, конечно, вот эти какие-то общие тенденции, они сохранялись по всему Союзу. И, допустим, например, изучая документы по индустриальному строительству, вот, например, обратили внимание на знаменитую ашхабадскую текстильную фабрику, построенную в стиле конструктивизма. И вот какие-то отголоски мы находим и в зданиях нашего Куйбышева Самары, ныне Самары, да, вот этот конструктивизм, эти очень такие брутальные здания, да, по сути, вот такие образцы очень такого холодного промышленного стиля. Но это действительно вот памятники некоторого регионального, а некоторого федерального значения, и их нужно сохранять. В 1936-38 годах в центре города был построен Дворец культуры, лучшая из зданий нового города. Вместе с монументом Куйбышева оно является достойным памятником его имени. Здесь в здании объемом более 100 тысяч кубических метров разместились театр, библиотека, художественный музей и спортивный зал. Напротив дворца выстроен Дом Красной Армии, нашедший гармоническое сочетание с архитектурным ансамблем площади имени Чапаева и улицы Рабочей. Высокая угловая башня, завершая объемы здания, служит хорошо видимым с Волги ориентиром. Построен клуб имени Дзержинского, одно из крупнейших культурных учреждений города. Реконструировано здание бывшего театра Олимп клуба Швейников, особняк, занимаемый ныне Дворцом Пионеров, еще многие другие здания. Все вместе они представляют неоценимый фонд культуры города. Растет и хорошеет Куйбышев, в котором построен ряд капитальных зданий, школ, детских садов, яслей, клиническая больница в городе и новая больница на Безымянке. Широко развернулось капитальное жилищное строительство, и в различных районах города были воздвигнуты многоэтажные жилые дома. Можно было бы перечислять и перечислять новые постройки, появившиеся на улицах города за последние десятилетия. Но достаточно указать, что вновь построенная за эти годы жилая площадь превосходит всю жилую площадь города за все время его существования. Я вдруг себя ловлю на той мысли, что мне Дорог и Куйбышев, и Самара одинаково. То есть они вот идут, наверное, вот через эту короткую черточку Куйбышев-Самары. Возможно, даже Самара Куйбышев-Самара. Я не знаю, здесь, конечно, очень много можно размышлять в символическом отношении насчет этого, но мне дорого. И вот это вот советское прошлое, которое я немножечко застала, да, и, безусловно, вот наша современная Самара, которая... Современная Самара, сложно сказать, потому что в ней действительно очень много отголосков той прошлой Самары, хлебной столицы региона. А теперь пришло время поговорить о будущем города, каким оно виделось и с 1947 года. По генеральному плану строительства города намечена реконструкция многих площадей и улиц. Так, намечена реконструкция Семейкинского шоссе и Черновской магистрали, а также прокладываемой в сторону Кировского района Новосызранской улицы, где уже началось строительство кварталов двухэтажных домов и коттеджей. Осуществлено расширение узкой горловины Семейкинского шоссе у 4-го государственного подшипникового совода. Снесена грязная цыганка, печальная достопримечательность Старой Самары и освобождено место для начавшегося большого жилищного строительства. Планируется снести всю ветхую деревянную застройку и устроить культурный рынок и зеленый сквер у школы на Хлебной площади. Будет построен комплекс жилых домов на пересечении улиц Полевой и Арцебушевской, а также начнутся работы по реконструкции улицы Новосадовой. Напомним, таким виделось будущее нашего города в 1947 году. В это время город носил имя Балерьяна Куйбышева и будет носить его еще многие десятилетия, до января 91-го. Когда город Самара вернет себе свое родное имя и историю, с которыми она пойдет навстречу завтрашнему дню. Город наш над русскую рекою ты растешь, и облик твой любя. Мы гордимся, Куйбышев, тобою и слагаем песни про тебя. С вами был Михаил Перепелкин.